доброе утро мои дорогие друзья всю ночь как я сделаю немножко тише это я смотрю фильм про абадинского к сожалению последняя серия начала не видела потому что я еще сначала спала потом кофе пила потом вася провожала шмяка кормила потом уже пришла макияж делать включила телевизор а тут идет фильм про абадинского на улице дождь всю ночь полоскал такой сильный сильный шмячку звала домой где был не знаю в беседке не было вчера тоже шашлыков наелся и куда-то и куда-то слинял но он находит себе место где ему нравится все равно мешает а то кто-нибудь скажет что перекрикивает телевизор вчера чудесно посидели хорошо погодка не испортилась было тепло было солнышко вечером еще людусь ушла я потом взялась с гребла последние эти залежи травы которую скосили вася ее на вилы и все отнес в эти в кучи в этих сил сны и вот поэтому меня уже чистенько ровненько но скажем так что этот раз не очень хорошо он как-то скосил не так вот низкого только вот по дорожке вот это вот где травка такая вот мелкая так она ничего а там где вот эти вот было травище это здоровенная где асака возле забора и здесь возле гаража как-то когда я уже это вот сгребала видно где-то скосила где-то положил ну конечно когда такая трава огромная выросла то это сложно было все ее так подчистую это надо вот каждую недельку срезай вот тогда там было замечательно все это самое поэтому я как бы то не особенно зла на него но каждую неделю конечно но каждую неделю до по 30 рублей тем более мальчик уже сказал говорит но в этом году уже надо подниматься на 35 но договорились на 30 не огурене только теперь следующий раз через месяц не раньше ну в принципе неплохо все равно как бы то надеюсь вам понравилось как теперь у меня все это травы травы этой нету потом я еще взялась на эту грядку которую я перегрызла все вот забыла было фикс прайс забыла купить резиновые перчатки не попались они мне на глаза и я не купила одну перчатку я порвала и одевала эту такую ну свою старую в которой я ходила зимой и конечно под ногти под ногти потом пришлось отмывать очищать потому что через нее все равно набралось земли пересадила я эту остильбу и из тех которые мы выкопали слюды розы умершие одна вдруг отжила отжила пустила листики ну и я ее опять посадила на эту грядку посеяла посеяла бархатцы в бозон короче еще поработала немножко вечером вот и потом потом чувствую что как-то я уже устала вася тоже говорит что у меня уже ноги сегодня болят вот дома тоже у него сенокосы тоже говорит надо ехать надо это потому что заготавливает траву сено за для кос у них козы еще есть но вечером говорит а и вечером уже не поеду поеду завтра утром поэтому вот так вот девочки вы простите я рано улеглась спать просто вот уже ходила говорю все хочу спать пошла я и и заснула он еще смотрел телевизор а я уже уснула не знаю что там за фильм шел а ночью проснула слышу дождь думаю надо вставать шмяка позвать выглянула на улицу беседки нету позвала 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 тишина где был под навесом где-нибудь там за гаражом наверное утром только появился потому что утром же печенку дадут накормят вчера я ел этот самый я была удивлена ел шашлык с таким удовольствием обычно он если мясо с какими-то пряностями а ведь я замешивала мясо с пряностями и от курицы спас пакетика насыпала и перчик и прованские травки и в общем чеснок в общем все что все что у меня было такое подходящее для курицы все там было еще майонез туда добавила чтоб она мягкая было шашлык получился очень мы почти увесили сегодня осталась мне одна ложка потому что вчера было две но вас сегодня утром слопал на завтра пока я встала он слопал самое бутерброды там остался один бутербродик ну и на маска это еще вот думала сегодня буду отдыхать сидеть у телевизора в принципе надо было бы сходить на рынок на рынок за яйцами осталось там пару яиц на сходить но вот какая-то лень вы знаете такая вот лень хочется просто ничего не делать ну позвонила решка говорит мне надо картошка потому что она иногда заказывает вот получает свою зарплату и заказывает не знаю то ли в евро опте то ли еще где-то заказывает доставку эту но говорит старые картошки там нет только молодая молодая пять рублей килограмм я прямо вроде на базаре по три видела но горит нет пять рублей но но что говорит нам на семью говорит килограмм картошки это ничто говорит приду на рынок за старой я тоже старую покупала вот жарила на к этому самому хорошая картошка еще не вялая ничего нормальная сальго сальго вон говорит приду за картошкой мальчишек тебе оставлю ну естественно надо кофейку попить но это как всегда у меня не бывает такого что пришли постояли у порога и ушли сразу заходят я есть хотите что будете людося тоже говорит сегодня выходной и говорит ничего делать тоже вот вот расслабилась расслабилась говорит не хочу ничего устала за неделю устала тем более говорит работала у такого человека у такой хозяйки что всю плеш проела за это самое говорит рот не закрывается это 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 но говорит деньги надо зарабатывать поэтому хорошо пригласили поработать хорошо жаль что мои тоже те у кого я могла подработать по уходили с рынка так всегда хорошо летом было месяцок-другой заработать денежки а сейчас не никого нету все по уходили раньше можно было у люды летом на купальниках рада на купальниках тяжело очень работать очень тяжело это не мужская майка что мужчина померил с мужчинами вообще просто померил подходит взял пошел с купальниками сложно ну так мы женщины все разные кому-то надо шире по снизу кому-то сверху людо как свой товар так она могла разобрать это говорит я могу продать вверх одного купальника не со другого купальника я этого такого не экспериментировала это же не мой товар я только подбирала уже только то что подходила в общем вот так девочки вот такой вот у меня следующий день день отдыха потому что собиралась я сегодня плав планах было у меня опять прополоть вот эти две грядки передние потому что они опять уже заросли но хочется уже вот чтобы вот как-то хочется чтобы вот сделал все там скосил тут сполол и все хорошо нет ну так не получается пока дойдешь до конца тут уже опять все дерево какое-то выросло у меня в малине ну правда вчера она выросла в прошлом году просила вася говорю сруби его вот занесло вероятно какую-то такую семечку и она начала расти в этом году она уже под два метра ольха ольха выросла ну так вася срубил мне его вот только что надо смыть тоже пройтись пройтись по малине и повырывать эту сныть тоже раз занесло это же кругом ореха говорит как же я буду этом году собирать малину прошлом же году и очень было много и людусе говорила приходи на нам не в прошлом году говорит у меня там я и давала отростки и она сажала там у своего друга на даче разрастила себе тоже малину этом году как они разошлись теперь говорит у меня малины нет я говорю но придешь если у меня малина будет придешь меня будешь собирать тоже себе потому что как в прошлом году так у меня еще до сих пор еще морозилки есть и лоришки еще не знаю как обычно знаете как вот в этом году что то есть а в следующем году нет ладно девочки пойдем я вам покажу свою грядку что я сделала на улице что я сижу вот такое скучное такое видео правда скучно мокренько сыренько вот надо опять вот это вот полоть вот ту не дополола круглую вот это вот думала сегодня обязательно обязательно тюльпаны все цвели и надо все это срезать хотя говорят что тюльпаны сами когда вот там рот листья только тогда потому что сами головки набирают набирают силу ну а вот вот что у меня на этой грядке видите это одна роза которая осталась а стильбу пересадила а то смотрю что она там где выход на улицу позаросли они что-то совсем зачуханные стали думаю надо ее сюда посадить место есть и вот эту вот розу которую выбросили так я лопату оставила она ведь отжила и решила порадовать но не знаю даже какая даже не знаю какая так что сегодня холодно холодно вот вышла в платье холодно как-то и полотенца бросила вчера так уже лягушку это наверно выбросить уже сидит страшненько тоже мокрая мокрая грязная надо выбрасывать и вот так что и подмести надо и подмести надо потому что все это так то что спилили там все все примокло надо было вчера это делать пока было сухо было бы чистенько а здесь уже розочка ну и пупышечку выпускает пупышечку выпускает будет свести вот эти вот розы которые вот польские высокие которые на срез называются вот они остались у меня живы на этой грядке на той грядке вот видите красные листики и на этой грядке тоже вот одна вот крайне вот эти вот польские а те что покупала у нас вот просто на рынке покупала вот они все уже и сдохли а это вот выпустила надо отрезать это уже это уже не хороший листик это уже тогда переродится надо отрезать в этом году вот эта пергола голая я решила что я не буду этого дикого огурца его потом размножается и надоедает я сюда было пересадила от росточек вот от этой красоты сиреневый фиолетовый а он почему-то пропал за а он почему-то пропал надо будет опять попробовать поставить в эту самую водичку и о идет дружочек идет мы да идет где ты был где ты был мой хороший но утром пришел вас его накормил и он опять сбежал я его не стала приглашать к себе на кровать потому что пришел мокрючий так что убрали все всю траву теперь пока пока можно вздохнуть пока можно вздохнуть ну что пойдем домой а дружок а дружок мой пирожок пойдем домой шмячулька шмячулька мой кисулька моя кишулька моя любимая не надо об меня мокрый тереться не надо тереться об меня пошли пошли домой трава вон носится как вчера подмела подмела с утра подмела и опять и опять на натоптали и опять натоптали в травы ой даже он там даже вот там на пороге пока это вот не отсох не отсохнет открыла дверь чтобы свежий воздух зашел пока нету этих самых комаров потому что вечером дверь не открыть комары невозможно невозможно все пойдем домой не знаю там я уже слышу телефон мой второй побрякивает наверное это аришка мне уже пишет наверное пишет аришка все можно наверно закрывать я немножко даже включила включила отопление чтоб чуть-чуть под это самое подогрелась батарея потому что когда сыра мало ли что помню как у меня блохи земляные завелись чуть чуть вывела поэтому и мурашки были тоже побежали поэтому стараюсь с утра немножко включать бы те самые включать отопление чтобы хотя бы вот здесь вот в кухне немножко батарейка прогрелась что шмяка хочет что хочет шмяка ты же покушал сушка там насыпано у тебя я и свет не включила а зачем его включать лишь мяка что мой хороший что моя котейка любимая любимая моя котейка иди если хочешь иди ешь да нет скажи я бы печенки опять бы поел но так много тоже нельзя тоже нельзя цветут мои красавицы лучше по не зимой цвели когда нигде ничего нет и на улице снег вот зимой бы это было красивее они вот зимой не хотят цветут летом красавицы правда две цветут а две нет вообще у меня уже четыре осталось было 6 осталось 4 осталось четыре и гирлянда и гирлянда висит и каждый раз приходит орешка говорит но я тебе сниму потом мы что-то за ля 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 и на этом дело все опять она висит может быть пускай висит до нового года одна мои хорошие ничего особенно вам рассказывать не знаю готовить наверное ничего не буду у меня еще осталось со вчерашнего дня и на жареная картошка и вот это вот для для путербродов еще в миске есть и батон есть можно намазать если вот дети придут батончик намазать этой намазкой что у меня еще там есть все есть морозилки тоже есть если надо подога сварить или или поджарить в морозилке тоже есть все поэтому сегодня все же отдыхаю не знаю вот вышло и холодно как-то на улице холодно шмяка пошел сушку сушку пошел хрустеть и что-то прямо мне уже даже и на рынок не хочется идти если позже совсем ничего не было то надо было быть так что девочки не буду я разводить эту тоску немножко читалась перед вами за проделанную работу вот вчера очень хорошо провели время замечательно просто замечательно хорошая у меня компания хорошие у меня друзья поэтому всегда все хорошо